Проведение вакцинальной кампании против гриппа среди населения из групп РИСК обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которую провел губернатор Игорь Руденя. Подробности прямо сейчас. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Тверской области не зарегистрировано случаев гриппа. Это связано в том числе с вакцинальной кампанией, которая стартовала в Верхневолжье с 1 сентября. Против гриппа привито свыше 442 тысяч человек, в том числе более 116 тысяч детей. Охват составляет более 35% населения. В первую очередь вакцинируются граждане, которых медики относят к группе РИСКа. Беременные, лица представителей отдельных профессий, в частности медицинские работники, работники образования. Продолжается вакцинация студентов, продолжается вакцинация лиц, у которых есть хронические заболевания, лиц старшей возрастной группы. Поэтому сейчас крайне важно привиться от гриппа. Вакцина в регион поступила в достаточном количестве. Врачи советуют не откладывать дело в долгий ящик не только по той причине, что в регионе установилась холодная и промозглая погода. Важно еще и то, что иммунитет должен успеть сформироваться. Прививки делаются как в специализированных кабинетах медицинских организаций, так и посредством выездных бригад. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, их работа внесет большой вклад в профилактику гриппа в образовательных и социальных учреждениях, а также на предприятиях. При этом медики отмечают, прививка ни в коем случае не спровоцирует заболевание коронавирусом. Вакцинация против гриппа не является фактором риска заражения COVID-19. Вакцинация против гриппа защищает от гриппа и не ослабляет иммунитет, а способствует тому, что человек становится невосприимчив к гриппу. В совокупности с вакцинацией от пневмококовой инфекции риск заразиться в текущем эпидемическом сезоне гриппом, пневмококом, либо другими возбудителями острых респираторных вирусных инфекций снижается. Для того, чтобы привиться против гриппа, надо всего лишь обратиться с паспортом и медицинским полисом в поликлинику по месту жительства. После этого там человеку скажут уже конкретно куда и когда ему надо прийти, чтобы получить свою вакцину.